...который проводит Яндекс. С какой целью вообще мы проводим? Мы хотим поддержать спортивное программирование в России в очередной раз, мы это делаем много лет, и хотим это сделать именно на международном уровне. Мы делаем ставку на то, что здесь собираются люди из разных стран, и наши талантливые ребята-программисты смогут меняться опытом и учиться друг у друга вместе с их коллегами из других стран. Зачем это нужно нам? Как вы, наверное, знаете, Яндекс – это самая большая интернет-компания в Европе вообще. И у нас есть огромное количество офисов в разных странах. Вот на картинке города, в которых у нас есть офисы в 8 странах, и у нас уже целых 5 тысяч человек, из которых почти половина – это разработчики. И, конечно же, нам нужны самые лучшие разработчики, и мы их постоянно ищем, и нам выгодно, чтобы вообще в всех странах нашего присутствия у талантовой молодежи был интерес к программированию. И такого рода соревнований они как раз этот интерес создают, подпитывают и привлекают внимание вообще, как ты их учишься. Поэтому по этому же самому поводу у нас очень много своих есть академических программ. Ну и некоторые из вас, наверное, про них уже слышали. И огромное количество у нас есть и сотрудничество с вузами, и школьникам мы помогаем. Мы поддерживаем различные четверть финала, полуфиналы командного чемпионата мира, сборы команд финалистов. Мы поддерживаем разные школьные сборы, эллипиады, помогаем сборным России. И на международные школьные эллипиады, математики, физики, программирование, лингвистики и, в общем-то, всему, что так или иначе связано с сервисами Яндекса и с той наукой, которая нужна, чтобы их делать. У нас также есть свои собственные проекты. Это школа анализа данных, школа менеджеров Яндекса, курсы информационных технологий для системных администраторов, школа разработчиков интерфейсов. Ну и, конечно, самый большой из них это ШАПС, школа анализа данных. Она была открыта 6 лет назад, в 2007 году, и уже к этому моменту у нас прошло 5 выпусков. Этим летом был юбилейный 5 выпусков. У нас уже почти 300 выпускников, и 200 из них уже работают в Яндексе. Конечно, в основном это разработчики, но не всем из них хочется непосредственно заниматься программированием. Часть из них больше любят просто анализировать какие-то данные, проводить какие-то исследования, что-то придумывать, какие-то новые продукты. И они идут тогда к нам аналитиками, исследователями, ну и некоторые идут менеджерами. Хотя Рашад не совсем про это, для этого есть школа менеджеров Яндекса. В общем-то, это серьезная такая наша серьезная инвестиция. За 6 лет мы уже вложили миллиард рублей в различные академические программы, и те, которые я перечислил, и другие. И вот на слайде перечислено количество выпускников различных наших программ. Все они успешны внутри компании. Теперь, собственно, про соревнования, которое будет сегодня. Ну, во-первых, вы можете спросить, а зачем мы проводим соревнования через 2 месяца после того, как в Питере в конце июня уже был чемпионат мира в программировании, и все уже сюда приезжали. Это соревнование отличается несколькими важными вещами. Во-первых, это индивидуальное соревнование, где каждый может проявить себя лично. То соревнование было командным. Кроме того, у нас нет никаких ограничений ни по возрасту участников сверху. То есть у нас и студенты участвуют, и профессионалы из индустрии, и все могут сравнить себя с всеми остальными своими коллегами. И по количеству участия. В финале СМ можно участвовать не более двух раз, потом дают дорогу молодым. А здесь люди могут продолжать соревноваться много лет и много лет побеждать. Как устроен вообще Янекс-алгоритм? Здесь настоящий такой спринт программисты. Здесь всего 100 минут дается на то, чтобы решить 6 задач. Ну, 6 задач на самом деле. Мало кто успевает решать, даже несмотря на то, что сюда приезжают лучшие программисты всего мира. Те 6 задач за 100 минут – это безумно сложно. И кроме того, что это спринт, он интересен именно в нашем случае, именно Янекс-алгоритм интересен своими правилами, которые позволяют использовать разные стратегии. Во-первых, во время раунда у участников есть возможность передавать задачи разным способом. Можно задать задачу в открытую, то есть участник посылает свое решение, он сразу знает, прошла у него задача или нет. И если не прошла, то он может еще раз посылать еще раз, до тех пор, пока не исправит все свои ошибки и не зачастет себе на конец задачи. А может посылать задачу в закрытую. Когда он посылает ее только один раз и не знает вообще, прошла она или нет, то есть только в конце соревнования узнает. Но за этот риск он приобретает возможность набрать больше очков. И больше, в общем-то, кроме того, как решать задачи и набирать дополнительные очки за счет того, что посылаешь в закрытую, очки брать неоткуда. Поэтому для того, чтобы победить, можно совмещать стратегии, например, можно сдавать все в открытую и надеяться, что я сдам больше всех задач. Можно посылать все в закрытую, рисковать. Если вдруг все пройдет, то я победитель, если что-то упадет, то я могу оказаться вообще в самом низу таблицы. Кто-то смешивает, кто-то задает простые задачи в закрытую, а более сложные в темную. Например, из наших участников финала есть два таких самых известных. Это Гена Короткевич, рекордсмен по победам в школьных олимпиадах по информатике, а теперь уже студент и чемпион мира этого командного соревнования. Вот он предпочитает стратегию сдавать все задачи в закрытую. Он все время рискует и все время пытается набрать максимум очков. А другой фаворит этого соревнования Петя Митричев, однокурсник и давний ветеран этих соревнований, тоже победитель всего, что только можно, и не только в школе, а и в студенческие, и дальше уже в профессиональные годы, он скорее более осторожничает и стремится заведомо решить успеть все задачи, но они обязательно в закрытую. И вот интересно, как сегодня, например, между ними произойдет битва и как эти стратегии сыграют. Кроме стратегии во время раунда, еще турнир отличался тем, что именно для того, чтобы попасть в финал, можно было использовать разные стратегии. У нас изначально очень много людей зарегистрировалось, это более 3000 человек, и из них нужно было попасть в 25 в многоступенчатом отборе. И вот для того, чтобы попасть именно в финал, можно было попасть сразу же с одного раунда, так высоко прыгнуть выше головы и оказаться в самом топе и сразу попасть в финал. А можно было планомерно участвовать во всех отборочных раундах и по сумме результатов постепенно наработать себе результат, достойно того, чтобы войти в 25 лучших. И у нас были и такие, и такие участники, которые попали сюда совсем по-разному. Вот статистика по самому чемпионату у нас. Более 3000 участников из 84 стран мира, из которых 25 лучших, которые приехали к нам на финал, это представители 8 стран. Россия, Украина, Белоруссия, Китай, Польша, Словакия, Германия и США. Что можно сказать про место проведения? Оно тоже в каком-то смысле уникально для таких соревнований. Обычно проводят их либо в каких-то пятизвездочных отелях, либо вот в этом году командный чемпионат мира проводили на стадионе. Мы решили участников порадовать, удивить таким аутентичным местом, именно атмосферой Санкт-Петербурга с такими интерьерами императорскими и провести вот в таком камерном, но очень уютном, интересном месте свой чемпионат. Думаю, что... Чем еще Яндекс сможет похвастаться? Это тем, что многие из победителей таких чемпионатов, которые брали медали на чемпионатах мира, командных или побеждали на личных чемпионатах мира, они работают в Яндексе. Поэтому мы можем не заказывать составление задач каким-то сторонним авторам, а можем взять свою собственную команду авторов. И у нас есть ребята из белорусского офиса, из Минского, пять человек, которые составляли нам большую часть в общем-то заданий на весь турнир. И квалификационный раунд, и большую часть задач для финала. Они все в свое время были медалистами финала ECM, а вот двое из них даже вот прям в этом году, в июле на ECM были в составе команды, которая взяла серебряную медаль. Ну, кроме того, конечно, мы не зацикливаемся только на своих ребятах и обратились к всемирно признанным командам авторов из Польши и из Японии. Вот их представители, это Якуб и Макото, они все время тоже победители разных соревнований. Они нам составляли два из отборочных раундов и часть задач на финал. Финал это у нас такая сборная получилась, солянка из задач разных стилей, разных стран. Участники у нас, конечно, тоже очень интересные. Они все, в общем-то, претендуют на чемпионство. Ну, конечно, кто-то из них в среднем лучше успеет, кто-то в среднем хуже, но они все настолько сильны, что я даже не берусь делать никакие прогнозы на тему того, кто победит. Вот, например, интересный факт, что трое победителей финала ИСЕМ этого года, вся команда ИТМО, они все прошли к нам на финал Яндекс.Алгоритма. Среди них двое старших и Евгена Городкевич первокурсник. С другой стороны, у нас участвуют и ветераны спортивного программирования, например, Михаил Форисик, это тренер команд Словакии, но он уже давно тренирует команды, при этом он в этом соревновании может участвовать сам, и вот прошел к нам финал. Ну и известный всем Бетр Дмитричев, который уже много лет занимается в спортивном программировании, выигрывал все соревнования, которые только можно себе представить, и он уже давно не студент, он работает в московском Гугле, и тем не менее продолжает соревноваться и выигрывать в этих соревнованиях. Ну все еще это интересно, и вообще у нас есть представители многих известных IT-компаний, из Гугла несколько человек, из Фейсбука, из ВКонтакте, индексоидам запрещено участвовать, поскольку мероприятие свое, и могло бы показаться, что нечестно, если наши сотрудники участвуют в нем, поэтому мы просто ограничили, и к нам приехали бы многие ребята из других компаний, а представителей Яндекса здесь нет, они только составляли задачи, прорешивали их, оценивали их сложность. Ну вот, статистика такая, что из 25 человек 18 получали медали на командных чемпионатах мира, ну и кроме того, среди них есть несколько победителей, и TopCoder Open, и Google Code Jam, и Facebook Hacker Cup, всех этих международных чемпионатов мира. Ну, давайте пожелаем ребятам удачи в предстоящем соревновании, ага, и я готов на третьи наши вопросы.